Приветствую друзья! Мы в эфире, надеюсь. Сейчас жду подтверждения традиционного. О, стрим пошел, молодец, Марина. Я тут эфир чуть не пропустил, как бы как-то, знаете, увлекся, увлекся как-то, знаете ли. Вот, и что тут у нас вообще происходило. Я в убежище Саламандр пришел. Пришел в убежище Саламандр. Давайте сначала все облутаем. Сыр, нет, спасибо. Сыр не надо. Я все еще немножечко простужен. Ага, вот так вот. Но надеюсь, что стрим вытяну. Вечером Марину будет стрим вытягивать, потому что вечером стримит Марина в 19-м Москве. Еще не названную игру. Хотя там уже в группе появились догадки. В группе ВКонтакте. Саламандры что-то мутят. Приветствую господинку. С кем-то... А ведьмак подслушивает. Ваше Величество, нам нужна финансовая поддержка. Ваше Величество? Наши общие знакомые. Мы работаем на людей, которые тесно с вами связаны. Что я с ума сошел? Но... Ваше... Это ты с ума сошел? Все эти эксперименты, сделки с Исштейхом... Тише, я не буду тебя помогать. Слышите? Тише, 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 тише. А, это тот. Давай! Пошел! Групповой стиль. Мага, мага, мага вали. Мага Саламандр вали. О, успел и Фрита призвать. Ты поглядь, да? Мочи, Фрит. Тяжелым стилем вообще. Вот так вот. Готово. Так, переключимся на обычный, потому что я чувствую, что меня здесь в основном ожидают бои с людьми. В основном, я думаю, ожидают меня бои с людьми здесь. Опять, Фрит. И какой-то драгоценный камень, кстати. Так, вот это я возьму. И хватит. Бухашечку пока всю беру. Ну, привет. Че? Привет, да, всем, кто постепенно подтягивается на Ведьмака. Не смотря... Малиновый сок, не смотря ни на что. Так, грязный. А, господи, грязный. Зрячий камень. Опыт плюс 500. Замок и ключ. Родовит свирепый. То есть можно с ним поговорить. Он там где-то за зеркалом тусуется. Ну, лестница в погреб. Давайте сначала в погреб. Спустимся, я думаю. Так, не зря. На групповой стиль сразу. Нравятся мне вот эти вот его размашистые такие, размашистые удары. Хотя на самом деле... Они не были бы очень эффективны в реальном бою. Марина... С Мариной все в порядке. Ребят, вы не учитываете один очень важный момент. Марина сейчас на работе. Поэтому она не может постоянно с нами тут веселиться. Понимаете? Она здесь присутствует настолько, насколько это возможно. Чего я не могу ни одни останки поймать? А что-то ехать не... Соломанд... Спящая соломандра. Ну-ка, ну-ка. Проснулись. Ну-ка, еще кто-нибудь есть? Все, вы двое остались. Окей. А что они вокруг меня хороводы были? Я даже больше скажу. Марина не просто жива. Повторюсь, сегодня стрим в 19.00 будет именно о навести. А я так буду... Я тебя убила. Помогать. Оп. Отлично. Во, вот теперь могу спануть останки. А что тогда ты не мог? Ну ладно, это не важно. С этим мы разберемся. Слишком громко сказано. Нет, ну что значит? Ну, окей, пытаться. Ну, я вот тоже постоянно пытаюсь. С переменным успехом. Что ты... Не прибедняйся там вообще. В конце концов. Так. Ну, ювелирочку берем. Конечно, обязательно всю ювелирочку. Монетоньки. Вот эти штучки. И вот эти. Марина, не нужно бояться. Я же буду с тобой. Я же обещал тебе, что мы через это вместе пройдем. Через этот стрим. Все будет хорошо. Так, давайте поговорим уже с этим уродом там в зеркале. Ну, конечно, буду. Ну, что за вопросы, Марина? Обещал ведь уже. Что я? Зверь, что ли? Что они начнут говорить обошадки. А что такое? Я разговариваю с алюминиевой стеной. Увеселили меня на славу. Ты кто такой? Родовит. Вот, теперь показывают. Нормально. Слушай-ка, Родовит. Дерзкий ты, Родовит. Понимаете, что ты там любишь или не любишь? Советую побыстрее объяснить, что у тебя общего с саламандрами. Потому что есть у меня предчувствие, что раньше или позже мы с тобой можем встретиться лицом к лицу. И тяжелым стилем его. Тяжелым стилем. Ты мне нравишься. Не ходишь вокруг дуокола. Я скажу тебе, кто я. Но не из страха. У меня нет ничего общего с саламандрами. Абсолютно ничего. А что он с таким... С реверберациями говорит? С шани? Не знаю, честно. А вообще неохота париться. Еще кольцо с янтарем для нее именно искать. Достаточно сказать, что действия саламандр меня уже не устраивают. А это значит, что мы с тобой союзники. Удачи, ведьмак. Да и ради чего? Карточку увидишь, что ли? Окей. Я могу ее посмотреть в интернете, как и вы. Наверняка вы уже посмотрели все, да? Как бы кого мы обманываем? Кого мы обманываем? Наверняка вы уже все посмотрели. Зеркало Хартмана. Хартмана. Интересно, кстати. Хартмана. Окей. Так, что тут у нас? Вся королевская рать. Благодаря телепортации я пообщался с человеком по имени Рдавид. Собери их всех. Catch them all. Или не ведьмак. Ой, господи. Сейн. Это что, сейчас была такая робкая попытка взять меня на понт? Нет, ребят, для этого нужно что-то значительно более серьезное. Или кто-то значительно более умелый. Так, я должен отнести камень Трис и левого Ардена. Ну, давайте, собственно, этим займемся. Так, через зеркало можно протануться? Ага, хрен. Нельзя через зеркало протануться. Окей. Значит, просто выходим отсюда. Уходим. Интересно, а вот снаружи меня кто-нибудь еще сейчас примет? Потому что я чувствую, что может кто-нибудь принять меня снаружи. Ну, как будто идет клише просто, понимаете? Сюжетное. О! О! Так, так, так. Так, водички. Че они все? Они, короче, знаете, на кого похожи? На этих. Вот я сейчас смотрю сериал Штам. Вот они похожи на штаммовских вампиров. Кстати, рекомендую. На самом деле. Один из относительно таких неплохих сериалов о вампировах. В кои-то веки. Опа-ньки. Это что-то уже интересно. Разорвет? Упал. Окей. Это шерсть, наверное, тут. Вот это не силовое поле вокруг него. Это шерсть. Слушайте, это, наверное, босс ведь, да? Босс-файт. О, привет, СЦ2ТВ. Подтянулся. А, ушел. Дрянь такая, а? А к чему вот эта картинка? Подождите. Так это же может быть... Ну ладно, не важно. Так, дерись как мужик, короче. Дерись как мужик. Даже если ты женщина. Опа-а-а. Такой. Давайте. Управление уже мне упра... А, хрен. Угу. Уйдет. Слушайте, ну уже, по-моему, перегнули немного. С саспенсом. Сколько можно-то уже? Интересно, если бы я куртку переодел, то ведьмак был бы в другой куртке? О! Геральт. Ты знаешь меня, оборотень? Ты не понимаешь. Это я. Враг. Это я, видимак. Винсент. Капитан Винсент. Это объясняет твою невероятную эффективность и твои ночные исчезновения. Я тебя прикрывал. Эти идиоты даже не выбрались из канализации. Ты ждешь от меня благодарности? Чем благодарить? Лучше расскажи мне, что ты там узнал. Ну и сейчас у меня муки выбора. Он все ж таки оборотень. Как бы. А я как бы ведьмак. Ну это вы понимаете, да? Вот диссонанс вот этот вот. Ведьмак убивает об... Ну, хотя в принципе же не обязательно ведьмак убивает оборот. Неправильно. Мне же не заплатили. Ну давайте. Ну все-таки я расскажу. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Король виданий. Король виданий. Окей. Он отказался. Но у них точно есть какие-то общие друзья. Что-нибудь еще? Ничего особенного. Видишь, ведьмак. Мы на одной стороне. Так. Вот, ну вот сейчас как бы второй вариант. Я ведьмак, ведьмаки убивают чудовищ. О, я могу помочь тебе преодолеть заклятие ликантропии. Подождите, а это не тот ли квест? Я могу помочь тебе преодолеть заклятие ликантропии. Урау. Не стоит. Удивлен. По правде говоря, так я намного лучше охочусь на преступников. Более того, городская шентропа боится этого жуткого чудовища, которое защищает бедняков. Хе-хе-хе. В смысле меня? Так. Ну-ка, нормальный каратель. Зачем мне сохранить тебе жизнь, оборотень? Поговорим. А почему бы и нет? Ты убиваешь людей. Ха-ха-ха-ха. Ну-ка, скажи мне, сколько людей погибли от твоего меча? А? Боловикенский мясник. Думаешь, я выгляжу как чудовище? Но я совсем не такой внутри. В отличие от тебя. Черт с ним. Я добр все-таки. Важные дела, а не внешний вид. Прости меня. Спасибо. Позволь мне. Может, мы еще встретимся? Своей дорогой. А я тоже пропущу тебя. И такой, оп-оп-оп, ушел, короче, в стиле Кинг-Конга. Окей. Так, дверь в старую кузницу. А что, можно все-таки войти в старую кузницу? О, давайте туда... Давайте-ка! А что-то в прошлый раз я почему-то не смог зайти в старую... А, подождите, я уже на другой стороне, по-моему. Таким образом, получается. По-моему, я здесь был. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вход в канализацию, что это... Бэт-пещера Винсента. Реально, не, ну в канализацию я не пойду, потому что в канализации я уже был. Я не думаю, что там прям какая-то сверх особенная часть канализации. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-шкаф. А, ладно, что там? Вечно лутаю, все, и ничего интересного не нахожу. Так, я в северной части. Я все-таки в северной части. И мне нужно в городскую канализацию. Так, а куда показывает маркер? На таверну, но... Нет, подождите, а куда мне? Так, окей. Сейчас, сейчас разберемся. А, так я понял. Мне, собственно, по-любому в канализацию. Окей, окей. Потому что мне как-то отсюда выйти надо. Так, камушек, ладно. Хотя, подождите, ну вот нафига. А, хотя, ну, ничего. Второй стак пошел камушков, так что в порядке. А вот если бы здесь не вставили реплику ведьмака о том, что надо проверить подвал, то тогда прикиньте, сколько народу бы вообще не нашли этот подвал. То есть я понимаю, что мы сейчас говорим о тех, кто там мало внимателен, но тем не менее, это важный процент игроков, которые следует учитывать. Поэтому и вставляют вот такие вот реплики. Стоит проверить подвал. Вот, вот, например, Мали... Блин, Марина признается, что она мало внимателен. И вот она бы без этой реплики, может быть, и не поняла бы, что в кузнице есть подвал. Представляете? На самом деле, честно говоря, я бы не понял. Серебро? Что серебро? А, серебряный мечок. Блин. Да ладно, я их вон обычному делал просто. Но вообще да, я переключусь на серебряный. Ну, даже если так, как бы, то все равно конфета. Вот пацан тот мерзотный иногда просит конфетку, поэтому давайте возьмем. Так, а вообще куда мне показывать-то сейчас? А, не в ту сторону идем. Все. Утопчики. Давай, доставай серебряный. Вот так вот. Вот так вот. Все, выход в купеческий квартал. Туда-то мне и нужно. Сдавать задание. Слушайте, ну постепенно, постепенно так клубок вот этот весь задание. Он все-таки раскручивается. Все-таки раскручивается. И это хорошо. Это меня вот действительно радует, потому что их было очень много. Вот мне реально не нравится, когда на меня вываливают сразу целую кучу заданий. Потому что это неудобно. Ух, тут смотрите, саламандры-то наглеют. Саламандры-то прямо наглеют. Так, че вы серебром-то бьете? Или это просто потому что ночь? Ну ладно, неважно на самом деле. Даже если просто потому что ночь. Так, отсюда. Ну все, я правильно бегу. Давайте, поможем гвардейцу. Ну саламандры, они же фанатичны, поэтому вдвоем на городскую стражу. Опа, все. А че потом Кармен-то? Нафига у меня Кармен. Так, давайте-ка напуливаем, напуливаем, напуливаем саламандр. А че там еще дрянька эта вылезла? Кимора-работница. Фигаси. На серебро. Окей. А, тот квест собрать не... Ну посмотрим, если как бы там квест все еще висит, то я же в любом случае посмотрю еще в журнал квестов, и там видно будет, куда я дальше побегу. Пока что вот меня отправляют сюда. Это возьмем так инвенторию. Все в порядке. Вообще, давайте сейчас, наверное, лучше заглянем. Так, прошлое что-то обновилось в прошлом. Я считаю, что далеко не все чудовища заслуживают смерти. Это так. Так, разыскивается. Покер с костями. Красавица и чудовище. Надо поговорить с Кармен. С Кар... Скартман. Скарман насчет Винсента. Давайте, наверное, даже я, может быть... Может быть, стоит с ней сначала поговорить, потому что у меня, чувствую, сменится голова, короче, и все, и амба. Поэтому лучше... Хотя, в принципе, я сейчас просто сюда забегу такой. Чего я парюсь, короче, пойду просто и все. Тут же внутри спокойно должно быть. Тут что-то как-то ночью саламандры активизировались. Хочу поспать до утра. Ну да, тут спокойно все. Так, официанточка. Давай. Официанточка. Малиновый сок. Хлеб. Вазинский чемпион. Отлично. Ну и прочую слабоалкогольную, бесполезную выпивку. Зреканский спирт. Основа для эликсира, основа для эликсира, основа для эликсира. Высококачественная основа для эликсира. Конфеты тоже продадим, нечего малого баловать. Ох, 9992 монетоньки. А теперь ты, трактиршик. Я хочу под твоим присмотром отдохнуть до утра. Все. На коврике. Свернуться калачиком на коврике под твоим присмотром до утра. Заодно, кстати говоря, посмотреть, что у меня тут по левелапам. Потому что, блин, уже подкопилось. И все равно этим когда-то нужно заниматься. Так. Сила, сила, сила. Вот что? Иммунитет, кровопотери. Ну не надо мне это. Вот к нокдауну неплохо. Можно взять. Так. Это фигня. Дальше смотрим ловкость. Что это, к примеру? Так, так, так. Иммунитет к ослеплению. Пум-пу-рум-пум-пум. Ну не знаю, нет. Уклонение. Вот, уклонение, давайте. Лишний раз не помешает, я думаю. Не очень. Вероятность остановить воспламенение. Пока не встречался, поэтому не буду брать. Длительность воспламенения, вызванного противником. Что потом, если меня будут сжечь? Ну потом и вкачают. Так, здесь выносливость. Иммунитет к поле. Длительность оглушивания. Во, 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 во. Вот тут надо взять. Иммунитет. У-у-у. Изменение обмена веществ. Действует только если ведьмак отравился эликсиром. Нет, не надо. Я не собираюсь, в общем-то, как-то. Не планирую отравиться эликсирчиками. Затраты энергии. Иммунитет к оглушиванию. Давайте возьмем. Все. В инте. Че? В инте. О, мощь знаков. Хорошо. Возьмем. И позволяет проводить ритуал очищения. Усилит вероятность извлечения ингредиентов. Это неинтересно. Ну, дайте просто вторую инту, чтобы знаки усилить. Вот. И все. А на бронзу уже качать-то нечего. Ну, только кроме, 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 конечно, знаков. Потому что остальное у меня, по-моему, все уже тупо прокачено. О, давайте вот так вот. На бой с кучей противников. Вот эти вот вариантики возьмем. Вдруг пригодятся. Когда-нибудь. И знаки. Ну, вот арт. Да? Ну, давайте уж сюда возьмем и это. Потому что куда-то надо поинты потратить. Да, блин. Вот, Марк, я бы улучшил инициативу. Честно. Но нельзя. Игни. Ну, окей. Второй игни. Повреждения. Что-то еще. Повреждения давайте возьмем. Ну, и как-то все. Так. До полуночи. До рассвета. Плюс час. Все. Давай. Отдыхай, родненький. Отдыхай. Ты мне нужен еще сильным и выносливым. Вот, честно, жду третьего ведьмака. Вот прямо жду. Реально. Прям очень... Прям очень хочется, чтобы отличная была игра. Серьезно. Ну, Лютик, как всегда, ничего интересного не скажет. Система, конечно, прокачки тут хитрая. Нафиг было делить на бронзу, на серебро. Мне не очень понятно. Ну, ладно. Кто я такой? Чтобы судить. Так. А сейчас я все-таки сгоняю к Кармен. Ну, потому что я реально опасаюсь, что меня, короче, возьмут, забубенят в следующую главу, а там я уже, короче, не смогу. Да и вообще я это сделаю просто потому, что могу. Вот и все. Есть сомнения в качестве третьего. А Вега-то? Ты когда что-то пишешь, пиши так, чтобы понятно было. Потому что... Ну, вот я, может быть, сейчас что-то сказал, но это же так просто поток сознания был, и я уже не помню, о чем сказал. Так. Ну, побежали мы. Развернуть. Пиши понятней, но кратко. Понимаешь? Надо писать понятно, но кратко, чтобы тебя понимали. Доводить свою мысль. Есть... А, про ведьмака, что ли, было третьего? Во! Вот так и надо писать. А нафиг мне... А нафига мне, Николакрус, проходить второго ведьмака на высокой сложности? Я сколько... Вот сколько... Честное слово, сколько раз объяснял. Короче, рекомендую зайти в мою группу ВКонтакте. Там есть тема с часто задаваемыми вопросами. С часто задаваемыми вопросами. И там есть, короче, ссылочка на мой пост о том, как я отношусь к играм. Как я отношусь к играм в общем. Вот почитай его, там я пишу и про сложность, и, короче, про все. И вообще, в общем, объясняю за всю хурму. Вот. У всех, если тоже, опять-таки, есть вопросы по этому поводу, вот можете отправиться сюда. До встречи. Понятно. Нам с тобой разговаривать не о чем, Винсент. Хорошо. Но сомнения в качестве третьего ведьмака, конечно же, есть. Но как... А почему... Почему бы им не быть? Я вот не понимаю. Откуда мы априори знаем, что он получится хорошим? Кстати, на Игромире поиграть хочется. Ой, я надеюсь... Не-не, кстати. Ну, я правда не задрог, кстати. Я там и об этом, по-моему, пишу. Господи, я уже не помню, о чем я там писал. Прямо в деталях. Но помню, что вот про мое отношение к сложности игр я точно писал. А ниоткуда нам не знать, что он получится плохим? Я просто... Я просто, как бы, понимаешь, Марин, я всегда... Всегда готов, как бы. Не то чтобы... Мне не хочется расстроиться, поэтому я стараюсь, как бы, особенных таких уж прям... Таких прям, прям надежд на возлагать. Вот нифиг тогда о таком говорить. Окей. Я надеюсь, что... Да, выйдет, посмотрим. Но если люди спрашивают, надо что-то ответить. Тем более, Марин, я не говорю о том, что сам Ведьмак будет плохо. Сам Ведьмак всегда хорош. Я попытаюсь ему помочь. Слушай внимательно. Да? Так, я поговорил с Иерофантом. О несчастье, которое случилось с твоим мужчиной. Думаю, Картманом этот... Думаю... Блин, да что я Картманом называю? Я, кстати, надеюсь, что будет плейбл на Игромире. Вот очень хотелось бы, чтобы был именно плейбл на Игромире, короче. Я тогда там палатку поставлю, короче, и это... И буду ждать возможности хотя бы 15 минут там погонять. Блин, хотя бы 5 минут погонять, окей. Еще наверняка с геймпадом. Ладно, неважно. Думаю, Картман твой псевдоним. Как тебя зовут по-настоящему? Ну, я надеюсь. Ты представляешь, сколько там будет всей этой прессы и прочих випов? Ну, Лена. Надеюсь. Но это слишком обычное имя. Плейбл на Игромире. А ее зовут Лена, представляете? Лена, оказывается. Хорошо, Леночка. Поговорим... Поговорил я с Иерофантом. Я тоже надеюсь, что в первый... Кирш, если в какой-то день не удастся поиграть, то наверняка в первый, да. Потом, да, ой, набегут. Вообще анрио будет. Поэтому пойдем в первый день. Это счастье, которое случилось с твоим мужчиной. Да. Друид посоветовал тебе сшить рубашку с собачьей петрушки. Винсент должен проносить ее всю ночь. Тогда чары развеются. Я это сделаю. Да. Ну, конечно, на самом деле, в первый день, конечно, какие-то самые важные вещи нужно как-то постараться охватить будет в первый день. Я так считаю. А потом уже всякие кумик-коны. Это я так шучу. Вот листья петрушки. Шея из них рубашку для Винсента. Это поможет избавиться от чар. Давайте попробуем. Шея из них рубашку для Винсента. Это поможет избавиться от чар. Спасибо тебе, ведьмак. Я сейчас же начну шить. Белошвейка. Ну, это, конечно, абсурд, по-моему. Красавица и чудовище. Я уже могу отдать листья кармам. Ладно. Я, кстати, до недавнего времени, между прочим, тоже не знал, кто такой Антон Логвин. Потому что никогда не был адептом игромании, друзья мои. Вот. Поэтому реально не знал. Узнал, как бы, и абсолютно спокойно отношусь. Точно так же, как ко всем... Как к любым другим людям. Президент какой-то страны. Да даже если бы это было так, это ничего бы не поменяло. Лучше бы и не знал. А почему лучше бы и не знал? Ну, блин. Ну, окей. Ну, есть такой человек. Да ради бога. Зовут его Антон Богвинов. Ну, блин. Ну, есть где-то человек, которого там зовут, не знаю, Антон Иванов. Окей. Какая разница? Ничего не поменялось. Вот-вот, кстати, отличный вопрос сформулировала. Марина, кто он такой, что я его обязана знать? Да не обязана, конечно. Вот и всё. Просто тот, кто знает, тебя спросил об этом. Так, я отдал листья собачьей петрушки Кармен. Позже нужно будет заглянуть к ней и посмотреть, подействовала ли рубашка. Можно будет заглянуть Кармен и проверить. Но это, я думаю, через денёк хотя бы. Это, я думаю, хотя бы через денёк. Так. Пол Робертсон. Вот я, например, не знаю. Женгжу тем более. Вообще страшно. Хотя вот Пол Робертсон что-то знакомое почему-то. Но, скорее всего, я с кем-то путаю. Так. Замок и ключ. Три с Ливардом. Так. Это сейчас уже становится похоже на анекдот, Марина. Про Вовочку. Которую ему там писатели называли. А он потом своих авторитетов называл. Так. Больно не будет. Уверен, я смогу найти необычные зубы. Показать на карте. Это мне его покажут? Видимо, я для него что-то нашёл. Давайте сгоняем к нему. Так. Сейчас. Не заблудиться бы. Может, ещё в подкудлатого Мишку зайти? Там так забавно. Да как? Да что б тебя? Во. Всё. Бедный мальчик. Марина сейчас, между прочим, на таком вот, на вот этом вот примере отлично продемонстрировала, что не это... Говори, что у тебя на руке. Не нужно просто, не нужно такие вещи обсуждать и такие вопросы задавать. Потому что те, кого вы знаете, не обязательно известны тому, у кого вы спрашиваете. И, в общем-то, не должны быть, поэтому... Я играл с профессионалами. Не так уж сложно играть. Что-то странно как-то. Как будто Золтан далеко стоит. Золтан, говори погромче. Или подойди поближе. Всё. Я... Ну, я должен был похвастаться перед Золтаном. Обязательно должен был. Так, я почему-то иду в другую сторону. Немножко сейчас курс скорректируем. А, окей, отлично. Ребят, перестаём. Перестаём вот этой фигней заниматься, реально. Чё-то уже мне надоело даже. Так. Дверь в дом Донтиста. А, точно, он же поселился вместо детектива. Блин. Захер шмарц. Давай поговорим с тобой. Ага. Людь тебя не любят. Донтиста. Да, они меня презирают до тех пор, пока зубы не разболятся. А потом... Они все приползают ко мне. А сами себе не вырывают? А! Не напоминай про беззубых. Они всегда на меня плюют. Ну ладно. Всё, ну до свидания. До тех пор, пока у тебя... Странно. Ты пошёл вон, всё. Пока у тебя зуб не заболит. Ну и что, что у него борода есть? Какая разница-то? Это вот как... Ну ладно, не будем. Почему пара девушек должны быть, Марк? Какая-то у тебя странная логика. Так, следующее что? В принципе, мне можно где-нибудь поспать. Я думаю, что у Вивальди. Я сейчас денёк отдохну. Вернусь к Кармену, которая на самом деле Лена. Вернусь к Лене, вот, после Вивальды. Он же Вивальди, ё-моё. Ну, неважно. Вивальди, да. Гулон Вивальди. Так, 24 часа. Всё, отдыхаем. И обратно к Лене узнавать насчёт рубашки. Вот. Сказка. Лебединая. Я помню её. Ну, кстати, очень давно с ней не сталкивался. Но всё равно вспомнил. Вот оно как, знаете, вот эти вот сказки-то все детские запоминаются. От многократного повторения, видимо. Так, выберем этот квест. Красавица и чудовище. Показать на карте. Отлично. Всё, теперь у меня эти поинты. Точки пути будут продемонстрированы. Так, почему-то у меня такое... Да нет, вообще-то я правильно бегу. Старушка. Ну, кстати, давайте проверим купца ордена. Вдруг я с ними задружился. Как пожелать. О, отлично. Давайте. Малёха продадим ему рун земли. Обновление оружия. Магическое руно, которое можно нанести. Это метеориты. Я пока не хочу продавать метеориты. А вот селитру я продам. Тёщен борщ прятать. В смысле, если он невкусным вышел или что? А вот... Ну, я что-то не знаю. Да я, наверное, как бы хочется продать, кажется, с одной стороны. А с другой стороны, вроде как, не очень хочется. А может, вообще куртоньку купить? Кстати... Кстати... У меня же нет куртоньки. А деньги есть. Вот подскажите-ка мне, а есть понт сейчас покупать вот эту куртоньку? Качественную кожаную куртку. Потому что если есть понт, то тогда я куплю, конечно. Ну, как бы это просто половина всех бабосов. Вот. Поэтому я так вот с кондачка-то как-то не знаю. Хотя, чёрт с этим, покупай. Всё, пофиг. Ведьмак приоделся. Э! Чё? Какого? Так, ты одел её? Вроде одел. А почему... Это выпало? Ну, видимо, так и должно быть. Ладно, прощай, куртка. А почему для неё места нет? То есть он так, в принципе, переодевается? Он просто выбрасывает старую? А, надел, да, надел. Блин, прости. Рано или поздно всё-таки я исправлюсь, честно. Самому хочется, правда. Столько лет с ошибками. Это не дело. Так, а куда я? Бордель. Горячий. А, всё верно, я же в бордель. Да, я понимаю. Просто это выглядит странно. То есть он такой, как бы, новую куртку купил, а я прям, короче, и такой. Я прям в ней пойду. Короче, надевает её, сразу выбрасывает старую, тут же такой выбрасывает старую и уходит из магазина. То есть лайк и босс. Он и мечи так же. А, то есть мечи так же такой. У кузнеца. Такой. Короче, берёт новый меч. В ножны его раз такой. И старый так. Кузнецу выбрасывает. С дачи не надо там, или, типа, там, чаевые, что-нибудь в этом духе, да? Не, ну это забавно, но немножко странно. Ну, походу, нельзя продать, потому что слот под куртку один. Рубаха из собачьей петрушки. Так что не помогла. Абсурд какой-то. Нет, это было ужасно. Изменения наступило, как только на небе появился месяц. Винсент порвал рубашку и убежал. Не плачь, Карла. Может быть, вам поможет другой способ. Да? Спробуй, зайчи поймёт. Он ядрёный, он проймёт. Вот что хочется сказать в такой ситуации. Ладно, побежали дальше. Чё? Продал, потом купил. А как её продашь-то? Она её не была в том слоте. Следующую, конечно, так можно будет продать, а эту уже никак нельзя было так продать. Так, показать на карте. Чё-то я не в ту сторону побёг. Нужно сюда, сюда, сюда. Всё, немножко разворачиваемся. Ну вот она. Не даёт мне покоя эта куртка. Ну если я подберу стар... Короче, иди нафиг. Чё? Я попрощался с этими пятью тысячами. Мне норм. Всё, смирись и ты. Стоп, я не туда, по-моему, побежал. Не с той стороны. А, хотя тут можно отбежать, так что всё в порядке. А, хотя нет. Я сначала к антиквару, потому что тут у меня какая-то книжица. Какие-то псалмы какие-то, короче, свитки и прочая хурма. Я думаю, что это всё у меня прикупит сейчас антиквар. И тогда уже пойдём. Вот, да, ну, по крайней мере... Два из трёх, по крайней мере, он прикупил. Это уже хороший результат. Всё. Путь держим в купеческий квартал теперь. Ну, тем более, тогда что ты волнуешься? Аппаратус. Расслайд мускулес глютеус. Мой тебе совет. Наизусть запомнил. Ну, молодец. А мне вот вообще, как бы, не очень... С ориентацией, особенно по всяким улицам, я больше как-то по ориентирам, знаете. Мне удобно, ну ладно, неважно. Чё я всё про себя-то про себя. Во, не напрягаешься правильно. Это же игры, понимаете? Это... Как это называется-то? Сейчас. Господи. Господи. Электроник интертеймент, чё-то, или интерактив интертеймент. Это ж интертеймент, понимаете? Интертеймент. Развлечение. Поэтому это и должно оставаться развлечением. Ну, я, по крайней мере, считаю, что это... Я эту парадигму исповедую и проповедую. Вот. И исповедую, и проповедую. Эти игры должны оставаться развлечением. Я не хочу рвать задницу пополам, когда играю в какую-то игру. А роли-плей что, не развлечение? Понимаешь, как бы? Роли-плей что, не развлечение? Просто для каждого развлечение это разные вещи, понимаете? Я, когда играю в какую-то игру, я хочу вот так, чтобы я с этой игрой, короче, всё, что хочется, мог делать. Вот. И в хвост, и в гриву, и даже так, как, может быть, общество будет меня порицать. Вот. Но я считаю, что вот раз я до неё добрался, то я имею право. А чё супер-мидбоя? А я даже, как бы, мне даже играть в неё неинтересно, супер-мидбоя. Вот. Всё, что я могу сказать о супер-мидбою. Так, Левуарда, наконец-то поговорим с тобой. Давно пора было уже. Для кого-то и вызов дьявола развлечению, наверное. Но мы же сейчас про игры говорим. Я нашёл магический камень в логове Саламандра. Я нашёл магический камень в логове Саламандра. Я вот не понял, а куртка поменялась или нет? Она разбирается в таких вещах. Я подумал. О магии я не знаю абсолютно ничего, ведьма. Опять подай принеси, где 300? Себя, небось? Ну, давай. Где Трис? Какого? Ну, это она наверняка в доме, да? Ну, ладно, пойдём. Ой, да ладно считать. Смотри, есть же, Марк, такие игры, как, например... Ой, а как же она называется? Плаг Инк, да? Которая сейчас в Стиме, по-моему, может быть даже до сих пор в раннем доступе. А вообще изначально на мобильных устройствах была. Так там вообще человечество нужно уничтожить. Дом Трис. Всё, побежали в дом Трис. Это всё равно, что... Не, ну, короче, я-то понимаю, что ты... Так просто... Так просто ляпнул. Плаг Инкорпорейшн. Да, да, не, она прикольная. Я согласен. Я иногда на мобилке так... На мобилке такой иногда. Балуюсь. Уничтожаю. Каким-нибудь новым штаммом. О, всё, наконец-то трес. Уже отрелезилась, да? Ну, я не помню. Саламандр я нашёл, магический камень. Саламандр я нашёл странный магический камень. Ну, естественно, на ПК больше возможностей, чем на мобиле. Было бы странно, если бы было иначе. Ты можешь говорить попроще? Я просто ведьмак, между прочим. Ха-ха. Отобрал. Мы сможем узнать, где находится убежище Саламандр. Не удивлён. Она такая затягивающая, прикольная игрушка. Ага, теперь обратно, Клеварден, зашибись. Ну, она же быстро проходится. Ну, наберите плаг и... Ну, блин, не знаю. Напишите кто-нибудь там по-английски в чатике, как она называется. Чтобы люди найти могли в плей-маркете, там, в гугл-плей. Да, вот, плаг-инг. Создаёшь, короче, свой штамм и фигачишь. Со страшной силой. Так, и обратно в таверну новый Нара-Корт. Господи. Эволфт, это на контупере. Не обязательно вирус. Вот. Но какую-то заразу. Какую-то заразу. Там даже... Ну, я вот знаю, что на ПК там что-то в Стиме фичерили некоторое время. Там даже, это... По мотивам... По мотивам Планеты Обезьян вот нового фильма было. Что-то какой-то гриб, я не помню там. Короче, они добавляют. Добавляют. Да, господи. Вот. Марина отлично ответила, мне нравится. Так, Леварден. Ну, давай уже. Я надеюсь, мне там сейчас не придётся, типа, через... Там, к вечеру сюда приходить, к примеру. Я надеюсь, для нас это хорошие новости. Увы, нет. Их влияние распространяется дальше, чем мы предполагали. Я полагаю, что у тебя есть ко мне предложение. Деловое. Почему это царказм, ведьма? У Саламандр есть влиятельный покровитель. Нам не удалось уговорить ни городские власти, ни военных заняться ими. Как это возможно? Мне это неведомо. Я подозреваю, что они имеют отношение к недавним подозрительным указам. Что ты собираешься делать? Нам нужна поддержка, самая лучшая, которую мы сможем найти. Небольшая армия или полувоенное формирование. И как это касается меня? Мы хотим, чтобы ты вёл переговоры... Вот хотите, чтобы Марина рассказала про себя? Просите её во время вечернего стрима, чтобы она голосом рассказывала. Она не расскажет, но тогда, по крайней мере, ваши запросы релевантнее будут. Мы хотим, чтобы ты вёл переговоры с нашими потенциальными союзниками. Кого ты имеешь в виду? Кого ты имеешь в виду? Тех, у кого саламандры встали на пути. Ская Таэли, Орден Пылающей Розы. Сомневаюсь, что тебе удастся добиться успеха у Велерада. Да. Посмотрим, что я смогу сделать. Если тебе удастся кого-то убедить, мы встретимся с ними здесь. Я так понимаю, что Велерад — это нейтралитет. Ну, потому что те двое, очевидно, друг с другом воюют. Так. Вся королевская рать. Нужно попросить Трис обнаружить Родавида с помощью магического камня. Говорить нужно наедине. Так. Так. Какие еще есть варианты? Больные. Ну, это абсурд. Так. Игра в кости. Красавица и чудовище. Нужно попробовать все известные методы лечения ликантропии. Марин, да просто игнор. Че ты, блин, паришься ты так? Или тебе просто охота поскандалить маленько? Выпустить пар? Мне нужно убедить или эльфов, или Яевина, или Зигверида с его друзьями из Ордена присоединиться. А, скучно. Ну, понятно. Ладно, побалуйся немного. Разрешаю. Скучно ей. Не, на кого ругаться? Всех запугало. За чатик приделась. Я профессионал. Готов к игре с более сильными противниками. Окей. Считаю, что далеко не чудовище заслуживают смерти. Это понятно. Секрет Берингара. Это все на потом. То есть сейчас вот вся королевская рать. Не указывай мне. Хорошо, хорошо, правильно. Цепляйся за любую возможность. Правильно, молодец. Так, это к Трису надо бежать. Ну, пойдемте к Трису. Все, мы побежали. Вот как здесь сложно с лестницами. Почему-то очень часто промахиваюсь. Кстати, а может Талер что-нибудь новенькое скажет? Какие-то проблемы? Правильно, не указывайте Марине, что вы на работе делаете. А то, если бы она на работе только работала, ее бы здесь не было. И вообще, может быть, много чего другого не было бы. Спасибо, все здоровы. Спасибо, все здоровы. Я рад. Правда. Это и в самом деле так важно, ведьма. Какие жалкие попытки. Какие жалкие попытки. Че ты палишь? Марина, че ты палишь? Так, и сейчас мне нужно к Трису пойти. Так. Это даже, скорее всего, Принц Флоризель был. Я надеюсь, Трис сейчас одна. Нейтрала не хватает наркоманского. Марк, ты что, набиваешься? Я сюда не буду. Я сюда не буду. Я сюда не буду. А мы тебе предлагали эфирное время, между прочим. На арк с фаталист твой. Ну что ж, Трис, мы здесь одни. Давай поговорим с тобой о задании. Поговорим о деле. Да, иди защищай. Езжай защищать права крашеных котиков. И собачек. В стиле билайна. Ты как раз знаешь. Интересно. Можешь проверить последний контакт? Без проблем. Треангулировать. Коммуникатор отправил сигнал в один из домов в Изимире. Ага. Гераль, ты ничего не хочешь рассказать? У меня есть догадка. Я ее проверю и все тебе расскажу. А пока не думай об этом. Ладно. Береги себя. Ну пока. Пока. Так, что, давайте почитаем. Трис отметила на карте место, откуда шел сигнал связи от камня. Но сначала я, наверное, знаете что? Я сгоняю к Валераду и поговорю с ним. Или сначала по этому квесту. Ну в принципе нет. Давайте сначала по этому квесту сгоняем. Магический след. Отлично. Идем по магическому следу теперь. Вот, Маркс всю свою тему педалит. Прокрашенных котиков. Ну знаете, реально, я на самом деле согласен с Марииной точкой зрения. Фиг бы с ним. Лишь бы не выбрасывали. Хотя бывают прям сильные перегибы, конечно. Но я не буду сейчас рассказывать о таких вещах, как, например, удаление ногтей. Ну это вообще... Когтей, точнее. Это же вообще ужас. Ага. Родовитик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова